с приветом набутов что вы нас просите дорогие друзья и абсолютно иметь полное право на это обсудить одну очень трагическую дату имеется ввиду события в истории современной истории нашей страны но так как мы затравили такой как бы пятничное веселое настроение я думаю что мы с николаем коровичем звонить безусловно никто ни о чем не забыл можете быть в этом уверены кроме больших федеральных сми которые много-много лет в лучшем случае в одной строкой упоминать следующем часе следующем часе обязательно начнем да с вашего позволения немножко просто сейчас поддержим пятничное настроение такое как бы веселое а может быть и мы стараемся сделать его даже таким каким-то уропатриотически победным это в день нашей славы мы обсуждаем какие-то хорошие новости подешевевший борщевой набор и вообще что мы родина борща мы только что выяснили они не украина ты обещал какую-то байку про байка была следующая ты рассказываешь про не былицкого который упал наши машины лучше не только не хуже на и лучше чем киа форд и так далее и китайские автомобили так вот в советские времена были успешные модели которые поставлялись на экспорт люди моего поколения старше помнят более того за за этими экспортными значит вариантами шла целая охота здесь например вот жигули шестерки и копейки поставлялись в великобританию в финляндии их достаточно много на самое удивительное что мало того что они в англию шли немножко в другой как бы ну люксовой комплектации специальной экспортной так они еще и были дешевле там стоили дешевле чем чем внутри советского союза удивительное дело значит не вы не вы до сих пор в греции я вам в греции него например есть большой очень клуб любителей не в японии куда как и в англии не по поставлялись с правым рулем в италии в италии так вот в италии мне мой товарищ свое время рассказывал эту историю не знаю байка это ли до конца или нет значит что в италии существовал в свое время клуб любителей запорожцев и какие-то пускай может не гигантские но партии этих машин кстати по моему маленький горбатый запорожец тоже был слизан с какого-то фиатика еще до как как первая модель жигулей было было фиатом 68 года 5 124 по-моему назывался соответственно запорожец был бы с более ранней модели фиата там все позаимствовано они внешне очень похожи и соответственно легко сходил за 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 местную продукцию а знаешь почему почему так был популярен спорожец ну удиви меня откуда же я могу изнать им пользовалась итальянская мафия для проведения террористических актов о боже его не жалко было подорвать а я думал я просто его подгоняли и все от ужаса да 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 смех смехом вот до сегодня байк это ли кошмар павел из зеленограда пишет чем лада лучше конкурентов до всем вот сяду свою ладу или жигули запускаю мотор и целая канонада звуков просыпается словно ветер словно ветер гуляющий по равнинам степным едешь по дороге а скрипы элементов салона как песни деревьев в ветру на ветру в осеннем лесу а запах аромат картофельной ботвы сырости во время дождя в салоне как это близко и душевно а вот сел в киа загробная тишина ни звука не песенки снаружи отгородился как в крепости и копишь ненависть ко всем во вторых в ваша браво сто процентов ведь речь идет еще и естественной вентиляции нам не хватает этого в в горе даже мы гоняем всем кондиционируем воздух он сушит бронхи ну вы знаете а еще паша рассказывает что у него отчим занимался продажей модели лада 21 08 09 99 внимание в дании и павел пишет работала там следующая программа это в начале 90 ты покупаешь ладу и не продаешь ее в течение 7 лет а спустя 7 лет тебе платят сумму которую ты заплатил за машину при покупке гениально прикинь паша спасибо огромное за эту информацию ну вот в общем короче говоря у меня есть сомнения по поводу что сергей викичем ездит на автомобиле лада такие весьма серьезные но хотя может быть я ошибаюсь тем не менее чем же то что то что лады самые продаваемые автомобили в россии это правда после все последние данные вот этого года и предыдущего показывают то что мы спи на первом месте по продажам не помню какая модель потому что какое-то время корейцы вот на пике так сказать роста благосостояния на в районе там нулевого десятого года скажем так стали корейцы обгонять лады там тем более не было еще новых моделей вот на новых платформах мы не производили поэтому поэтому материал теряла лидерство автоваз но сейчас он его себе вернул так что здесь не поспоришь вопрос продаются они лучше всего потому что они самые лучшие или потому что они на треть дешевле чем аналогичная аналогичные модели по классу модели например там kia или hyundai ну вот этот вопрос остается открыт на твой вопрос чем лада например лучше чем ки такой пришел ответ лада намного лучше ломается чем ки просто браво один звонок здрасте 730 101 телефон прямого эфира нет не дождался наш слушатель так сергей с таким замечанием а вы давно видели форт легковой в такси в москве вот вам и ответ таксишники кстати говоря правда сейчас очень много кто на ладах ездит не знаю я вижу что таксишники ездят в основном на киа рио или киа тоже много но ладов извини меня хенде солярис и на ладах тоже правда стало очень много очень потому что я давно не ездил честно говоря на отечественном автопроме ни в каком виде наверное стоит попробовать вот в такси как-то под подловить водителя такого отечественного попробовать может мы и тут зря как-то прикалываемся старые шутки присылают наши слушатели о том что на 69 странице руководство по эксплуатации автомобиля лады есть расписание движения автобусов это старая анекдота и так значит я рассказывал о том что проклятые американцы главные виновники всех наших бед они воруют асфальт они гадят подъездах но все знаете что это проклятая нация эти англосаксы вообще творят они еще и тырят наши идеи только сергей кужет шайгу предложил историю со строительством миллион новых миллионников там 3 5 миллионников в сибири как тут же американский ответ значит правда датский архитектор ну который живет соединенных штатов основатель бюро big big яркий ингельс заявил о том что построит в пустыне сша на абсолютно новый город с нуля под названием телоса или талоса город примерно на 5 миллионов жителей значит под это дело будет выделено 150 тысяч акров то есть 60 тысяч гектаров земли которые принадлежат предпринимательному марку лора значит разработчики города ставят своей а не так теперь называется даже не архитектор а разработчики города ставят своей целью построить самый экологически чистый город в мире значит предположительно 2030 году в телосе будет проживать 50 тысяч человек а в течение следующих 40 лет население увеличится до пяти миллионов наше видение следующее создать в штатах новый город который установит глобальный стандарт городской жизни расширить человеческий потенциал и станет образцом для будущих поколений город будет разделен на несколько районов на один акр будет приходиться 33 человека значит на сколько акр и 150 тысяч акров это 60 тысяч гектаров да да то есть два акра два с половиной акра гектар да правильно я считаю ну наверное ведь я тебе верю на слово то есть где-то 33 человека на треть гектара земли вот скажем так значит показатель этот почти равен плотности населения сан-франциско здание построить из экологически чистых материалов понятно что там все энергосберегающие технологии то есть у пятое десятое фасады будут покрыты растительностью по дорогам будут передвигаться исключительно автономные транспортные средства в центре телоса разобьют большой парк с башней под названием эквитизм на вершине которые оборудуют смотровую площадку это здание должно стать маяком для города вот такая вот тем временем вчера по крайней мере как коммерсант об этом пишет вроде как подтвердилась информация строительства города который будет называться все-таки видимо спутник в 30 километрах от во владивостока в новом городе должны построить почти 3 миллиона квадратных метров жилья и в создании города примут участие мин восток развития корпорации развития дальнего востока арктики правительство приморского края вбрф оо про город я напомню что этот город планирует объединить с самим во владиком с городом артем и все из всего этого сделать такой значит город на сказать что мы все понимаем любовь и нынешнего начальства большим таким мегалопроектом типа олимпийских игр чемпионатов мира и голодов олимпийские игры владик правильно в 2036 году и насколько я понимаю мы все знаем там вопросы финансовой эффективности олимпиад от которых в общем большая часть стран сейчас отказывается уже так проведение или старается разделять с каким-то другим соорганизаторами скажем с другими странами потому что олимпийские игры олимпийское движение в сложной ситуации находится чем все олимпиады убыточны но тем не менее мне нравится что олимпиады во востоке планируется на 2 не только олимпиады еще и универсиаду как раз мы могут может быть я отдадут то есть как бы ты сначала проводишь универсиаду под нее строишь инфраструктуру а потом поправьте меня в казани обновляли же по-моему как раз по данным именно так именно так именно так более того они сейчас еще хотят получить и экспо которые тоже по мой в казани не планировалось, и в Екатеринбурге планировалось. Под это дело было тоже заверсено много градостроительных проектов. Кстати, экспо они не получили. Часть проектов была похоронена. Тем не менее, 2036 год, знаменательная дата, это дата возможного окончания президентства Владимира Владимировича Путина. Мы боимся вообще даже об этом говорить с Дарьей Санной. А кто будет проводить Олимпиаду? Но мне кажется, это мог бы быть красивый аккорд к окончанию президентского срока самого, как бы вы к нему ни относились, знакового президента политика в истории России. Вообще. Мне кажется, даже Екатерина II, Петр I, Иосиф Савельевич Сталин как-то уже меркнут. Ой, он сейчас, если бы слышал, прослезился бы даже. Ван Васильевич, да. Я вижу, тебе наговаривают его на англосаксов. Возможно, это гуны или пикты гадят в подъездах и воруют асфальт. Но это периодет и англосаксов все равно. Значит, к сожалению... Как эти пиндосы бесят, пишут наши слушатели. Бесят, бесят. Ужасно. Ужасно это, конечно. К сожалению, по удивительной... по каким-то удивительным причинам вот история, предложение во всяком случае Шойгу о строительстве сибирских городов встретило противодействие публичное, причем, от полпреда президента и вице-премьера Юрия Трутнева. Вот такая вот фигня. Мы тоже это с Николаем Кавчевым с вами заобсудим в следующем часе. Который публично не поддержал идею строительства новых городов на Дальнем Востоке. Да что ты! А что ему не понравилось-то? Этому бывшему чиновнику. Удивительным делом почему-то этот чиновник удивительный почему-то вдруг решил, что вначале власти должны привести в порядок те города, которые уже есть. Он вообще чем думает, как вы считаете? Вообще, что он несет? Я же не просто... Ну как так надо, Юрий? Ну, 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 ну... Как-то надо держать себя в руках, что ли, в конце концов? Конечно, конечно. Мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечить не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда, во-первых, в принципе есть люди, которые в этих городах будут жить. А также, когда возникают огромные новые экономические мощности. Что касается в целом ситуации строительства, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города. Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Канадарь, Магадан и Благовещенск. А именно поэтому... Поэтому мне кажется, что у нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальневосточного округа, сколько реноваций уже существующих. Именно поэтому слушателям так понравилась твоя оговорка по фрейту голодов миллионников. Здрасте. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, здравствуйте. Доброе утро. Я по поводу Лады, ребята. Да, прошу. Мы группа дальнобойщиков как-то в свое время купили Ладу 21-12. Так. Ну, разумную такую машину. И представляете, вот она у нас 10 лет, 280 тысяч. Пробег. Не сломалось. Ничего. Но за это время мы на двух Мерседесах поменяли, уже двигатели практически перебрали. Вот. качество Лады. Я не знаю, что было, но нам попалась вот такая вещь. Вот, попалась, это ключевое слово. Нет, не надо набетов. Как говорит коллега Небелицкий, как и китайский автопром, это лотерея. Спасибо за правду. Я хотел спросить, так а чем лучше, чем Фарды и корейцы, чем Лада лучше? Ну, они ничем не лучше и не хуже. Поймите, сегодняшняя сборка, они друг друга стоят. Что Киа, что Лада, что вот эти машины. Ну, это не премиальный класс, они так же ломаются, как и Киа, как любая машина. Скажите, можно ли вы, так как вы профессиональный водитель, можно ли то же самое сказать, например, сравнивая фуры, которые делает КамАЗ и Вольво? Не-не-не-не. Я вот на Скании езжу 23 года на Скании. Это, понимаете, небо-земля, так в светском выражении, и водительское ад и рай. Хорошо, секунду, Татра, Татра, ладно, хорошо, Татра. Нет, Скания, Скания, светская Скания, вот именно, 24-й год, она вот, как бы, вот мы ездим, и это просто, я не знаю, что есть другая машина, что может быть, что-то лучше вот этой Скании, но по поводу наших Лад, плюс у них то, что они на коленях, ребята. Разбираются, мы знаем, мы знаем. Его можно поле, чистом поле сделать. Договорись, спасибо большое за звонок, друзья, у нас еще... Это все те же прелести, что и автоматы Калашникова, чем лучше, чем винтовка М-16-1, потому что все неисправности исправляются ударом приклада землю. Или молотка. Радок в кучной стрельбе страдает, но в остальном, в общем, да. Друзья, тут важные новости, подоспели, они касаются приложения, мобильного приложения Серебряного Дождя, значит, новости, не скажешь, прям огромные, но довольно важные, значит, смотрите, во-первых, вы теперь можете слушать не только эфир, московский эфир Серебряного Дождя, но и можно подключаться к другим городам вещания, там, значит, есть такая кнопка «Другой город». Нажимаете и выбираете тот город, который вам нужен. Также исправили некоторые баги, например, связанные с работой Bluetooth на Android и таймером сна на iOS. Также добавили ссылку на наш новостной канал в Телеграме на главный экран, потоки вывели на главный экран, чтобы увидеть их нужно, не нужно теперь нажимать дополнительную кнопку, ну и там немножко еще изменили дизайн. В общем, заходите в Google Play, App Store, скачивайте приложение Серебряного Дождя, если оно у вас есть, обновляйтесь. И я, конечно, потому что протупил неделю на Камчатке, я забыл поприветствовать и, так сказать, поставить лучи счастья, хорошего настроения нашим присоединившимся к нам новым слушателям из близкого и очень любимого мною города Псков, потому что я питерец, и был в Пскове миллион раз. Псковичи, рок-н-ролл! И мы продолжим очень скоро. Серебряный Дождь с вами. Так, я быстро... Да идите, идите, я пока сообщение почитаю. Города-миллионники будут заселяться современными чищиками, мертвыми душами. Гоголь рулит, пишет нам, Павел из Казани. Так, на оптимистичное замечание Виктора о том, что, возможно, возможно, в 2036 году мы с вами будем лицезреть последний срок Владимира Путина в качестве президента. Нам пишут, в 2036-м ничего не закончится. Почему вы так считаете? Расскажите, пожалуйста. Про Лады Павел из Москвы пишет, дальнобойщик прав. Все эти разговоры про надежность это пустое. В машине не ломается та запчасть, которой в ней нет. Паш, браво. Но, действительно, шутки шутками, например, действительно, вот коллега Никита Небулицкий, это ведущий Серебряного Дождя, ведущий программы Мужские игры, он же все время говорит, что вполне возможно вам очень может повезти купить хорошую, качественную и российскую машину, и также вам может повезти купить хорошую китайскую машину. Но ключевой им здесь момент в том, что вам именно повезло, потому что это всегда лотерея. Костя из Твери пишет, продал в этом году Hyundai 2012 года, за это время кузов остался целым, Калина десятка Гранта, все машины из этого ряда трижды бы уже сгнили, так что не знаю, как Веста и X-Ray себя будут вести, но кузовщина еще несколько лет назад была ужасной, машины гнили на второй год, и, Костя, примерно то же самое, разного рода специалисты говорят и про, например, вот последние Нивы, что, увы и ах, гниют. Так, больше всего в новом приложении мне понравилось, что кнопку play теперь видно на главном экране, не надо прокручивать вниз на iPad, очень рада, что смогли вам угодить. Ну и Артем из Москвы, очередное замечание по поводу того, что Lada это не отечественный автопром, Lada это Renault, так что не лучше и не хуже бюджета к иностранцам, зато Vesta за свои деньги самый большой автомобиль, а так-то они все одинаковые. Так, быстренько давайте пробежимся по последним новостям, боже мой, а что они так все вцепились, что у нас происходит с Дальним Востоком, ты не знаешь, почему они все вцепились с ним, правда столицы что ли переносят? Ну потому что раз Дальний Восток, два Дальний Восток, все новости последнюю неделю, сейчас Путин посчитал возможным увеличение туристического кэшбэка для Дальнего Востока. Идите за кофей, да, все, надо наливать. Да, Витя у нас заправляется кофейком перед эфиром с Николаем Карловичем с вами, да. А мы, собственно, сейчас возвращаемся в эфир. Друзья, сейчас Виктор Набутов у нас нальет себе кофейку и через секунду уже прибежит в эфир. Я напомню, что у нас в следующем часе Николай Карлович Сваниндзе, с которым мы будем подводить главные итоги этой почти уже прошедшей недели. И вот как раз для тех, кто не следит за видеотрансляцией в YouTube довольно большое количество замечаний о том, что ребята, Ладу уже давно нельзя считать отечественным автопромом. Это Реном. Вернулся? Да, спасибо большое. Долго работает такой автомат. Но это Рено частично. Там действительно большая часть узлов и агрегатов импортные. Не только, по-моему, Рено. Там есть еще и нейтральные производители. Нет, по-моему, там только Рено. Нет, только от Франции. По-моему, да. Но это надо у Никиты. У Никиты Небылицкого он... Никитоз вернется 6 сентября, друзья, в эфир. С другой стороны. С другой стороны. Давайте подумаем. А где производится часть узлов и агрегатов евро... там, не знаю. Да, действительно, согласен. Не получается так. Не получается. Ладно, во всяком случае, констатируем факт, что от присутствия иностранных деталей в отечественных автомобилях они хуже от этого не стали. Да и слава богу, господи. Согласен. Главное, чтобы детали не поняли. Либо хотели там убиться лбом о стену, но чтобы все производилось в нашей стране. Все запчасти. Все узлы и агрегаты. По поводу городов-миллионников Ильдар пишет, а где жители работать будут? А можно сделать наоборот? Сперва производство построить, а потом уже города. Хотя есть опыт постройки города Иннополис. Вы знаете, если говорить серьезно, а не в контексте нашего... Дня нашей славы, то город вообще производит... Вообще, что производит город? Как ты считаешь? Вот основная задача города. Это очень интересно. урбанистическая история. Я читал много материалов по этому поводу. Пахмельные выхлопы по субботу, полграмм. Да, это, кстати говоря, следствие. Это следствие. Город производит... Производство это не самое главное, потому что в современных городах, в топовых мегаполисах давно, ну как бы они идут по пути выноса, как минимум выноса производства. Город производит смыслы, и город производит свободное время. То есть, во-первых, топовые города, люди занимаются в основном так или иначе офисной работой, творческой работой, я не знаю, это дизайн, маркетинг, штаб-квартира, там, ну, вы понимаете, все вокруг этого, образовательные услуги и так далее. Производства должны быть в стране, более того, они роботизированы сейчас, и производства ближайшего будущего не будут требовать большого количества людей, это очевидно. любые, вот шахт до заводов, свободное время. Чем классно в Москве? Почему люди уезжают, например, из наших, из Ханты-Мансийска, все равно продолжают, несмотря на высокие зарплаты, значит, хорошую инфраструктуру, там, детские садики, какие-то там, значит, качественные, наличие дорог, ну, все как бы есть. И там, более низкая стоимость жилья и так далее. Даже теряют доход, почему люди уезжают в крупные города, в Москву и в Санкт-Петербург, там, из Сургута, Ханты-Мансийска и так далее, потому что хочется, хочется ходить, хочется другого климата, хочется ходить в большое количество кафе, в большое количество театров, на большое количество каких-то спортивных соревнований, которые проводятся и так далее. Это, собственно говоря, есть жизнь, жизнь это не хождение на работу каждое утро. Нам вот эту парадигму пора менять, человечество движется в этом направлении и посмотреть, что уже четырехдневная рабочая неделя. А где, что ты будешь три дня делать? Вот у тебя там завод, завод и жилье, пускай новое. Что, куда, куда деться? В интернете сидеть целыми днями? Вот. Ну и, а вот в целом эти все разговоры, они понятны, потому что все программы поддержки Дальнего Востока и попытки оставить там жителей, прекратить миграцию оттуда внутреннюю, горизонтальную, когда люди уезжают, ну в основном в Москву или сюда в европейскую часть, кусочек, кстати, с Дальнего Востока уезжает и в Китай, они все, они все не состоят, они все не работают. Я все равно не могу понять, почему перед тем, как строить что-то новое, сначала не приводят в порядок то, что есть уже. Потому что, я не знаю, надо смотреть экономику, надо смотреть конкретные проекты. Почему наша страна отказывается развиваться сельское хозяйство и давать людям льготные возможности этим заниматься. Ну плюс-минус в этом, понимаешь? Нет, Плюс-минус в этом направлении по-сельхозки есть положительные подвижки. Там все очень все равно плохо, понимаешь? Ну вот этим людей, не города, не плодить эти бесконечные коробки, а заниматься тем, чем действительно мы умеем, понимаешь? И что у нас хорошо получается. Стоп, стоп, стоп. Нет, большой серьезный разговор на самом деле по поводу реконструкции городов. Мне кажется, что инфраструктура таких городов, как Владивосток, например, или там Артем, и подземная инфраструктура, что важно, и качество жилья, которое еще в советской веке в основном строилось, оно настолько уже все обветшало, что, честно говоря, проще бросить. Да, конечно, да. Проще и дешевле. Давайте, может, строить будем нормально. Столетиями в Европе стоят города веками. Но эти-то не строились на века. Серебряный дождь. Сто ровно и одна десь.